ДНК Всем добрый вечер! Мы поговорим не о ДНК вообще, а о ДНК идентификации. О том, как по образцу ДНК определить человека, идентифицировать его, отличить от других, установить родство между людьми. В книге все это рассказано гораздо подробнее. А мы начнем с того, как создавался метод ДНК фингерпринта, или, как говорили тогда журналисты, штрих-код человека. Это аналогия, которая кажется дурацкой, на самом деле была довольно точной, потому что то, что получали исследователи, работая с ДНК для идентификации, действительно было похоже на штрих-код. И сейчас мы увидим почему. Все это происходило в 70-е, 80-е годы XX века. Сейчас мы все, конечно, знаем, что существуют приборы-секвенаторы, которые определяют последовательность нуклеотидов ДНК. И, в общем-то, уже даже как и рутине говорят о полногеномном секвенировании, хотя чаще о полноэкзомном, то есть о секвенировании всех участков, которые что-то кодируют. Но в те времена проект генома человека был не только что не завершен, но даже не был начат еще. Не было полностью отсеквенировано даже одного генома человека. А объем генома, как мы помним, я здесь покажу самые основные цифры, это 3 миллиарда нуклеотидов, а на самом деле 6, потому что геном у нас диплоидный, одна копия от мамы, одна от папы. И при этом он упакован в ядро клетки, диаметр которого 10 микрометров. Представьте себе арену стадиона, заполненную вареными спагетти. И представьте себе, что в этих спагетти вам нужно найти индивидуальные отличия человека от человека. При том, что эти отличия, как сразу было понятно, могут быть очень небольшими, в одну букву нуклеотид, а могут быть и в несколько фрагментов, о чем мы сейчас узнаем. Но выручила исследователи то, что ДНК у нас носитель информации, и как у носителя информации, у нее есть много удобных свойств. Во-первых, в ней можно осуществлять поиск практически так же, как в Гугле. Мы можем взять последовательность, которую хотим найти, точнее не совсем вот ее, а последовательность комплементарную ей, по правилу, которое все, наверное, помнят из школы. А. Аденин комплементарен Тимину. Г. Комплементарна С. И вот если мы возьмем такой кусочек, как здесь написано, он безошибочно найдет в этой нашей арене стадиона с макаронами комплементарный себе кусочек. Если таких кусочков несколько, то в нескольких местах появится эта метка. А наш коротенький фрагмент мы можем пометить, например, радиоактивным атомом, с тем, чтобы потом мы легко его нашли. Покажу потом, как находит. Ну, кроме того, это тоже АЗ, ДНК копируется на собственной матрице сама на себе. И мы можем, изначально имея одну двунетевую, один двунетевой участок ДНК, получить его множество, купе 4, потом 8, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, если у нас даже очень небольшое количество ДНК в нашем образце, у нас есть возможность увеличить количество копий и, в общем, сделать так, что у нас ДНК было достаточно много для исследования. Ну и, наконец, поскольку все мы люди, кузены по Адаму и Еве, более-менее между собой похожи, если мы прочитаем один ген человека, мы многое знаем об этом гене у всех людей. И даже если мы прочитаем ген другого млекопитающего, мы, в общем-то, многое узнаем о том, какой он у человека, потому что гомологичные гены, ну, скажем, ген гемоглобина тюленя, кошки, собаки и человека, они между собой довольно похожи. Поэтому, когда мы начинаем исследовать геном, ну, это как кроссворд судоку. Зная какой-то кусочек, мы можем от него плясать и разгадывать следующие кусочки. И вот благодаря этому появилась возможность создавать индивидуальные характеристики генома, не секвенируя геном полностью. И вот у нас человек, который сделал это открытие, сэр Алик Джеффрис, британский ученый, настоящий британский ученый. Кстати, сэра, рыцарское звание, он получил как раз за это открытие, за ДНК фингерпринт. Джеффрис был из семьи изобретателей, патенты на изобретение были у его отца. Джеффрис Дед изобрел метод трехмерного портрета. Бюсты Джеффриса такие были по фотографии. Даже у тогдашнего премьер-министра Невла Чемберлина был такой бюст работы Джеффриса. Ну и ребенок тоже воспитывался в семье, которая поощряла его интерес к естествознанию. Вот тут на фотографии он в молодости с микроскопом. Правда, те, кто работал с бинокуляром, сразу скажут, что у него при таком расстоянии от объектива до препарата ничего увидеть нельзя. Но это первый раз. Это съемка на дне рождения. Потом он научился и делал препараты насекомых. Пропускаю историю его детства. И вот когда он стал заведующим лабораторией в Лестерском университете, он занимался разными вещами, исследовал структуру генов. Это был золотой век молекулярной биологии. Уже было понятно, что здесь будут основные открытия конца века. Еще было не очень понятно, как с этой ДНК работать, по всему, о чем я сказала. И вот среди прочего Джеффрис установил, что в генах у человека есть энтроны, как у всех млекопитающих, то есть участки, которые не кодируют белок. Ген состоит из кодирующих участков, экзонов, которые соответствуют аминокислотной последовательности белка, и энтронов, участков не кодирующих, которые потом будут вырезаны перед тем, как начнется синтезировать белок. И вот в этих не кодирующих участках, например, есть так называемые тандемные повторы. Фрагменты ДНК, которые повторяются несколько раз. АЦЦ, 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 АЦЦ. И при этом у разных людей число этих повторов различается. Но поскольку это энтрон, он все равно вырезается, это никак не сказывается на жизнеспособности людей. Поэтому число этих повторов может варьировать без всяких последствий для здоровья человека, но оно, собственно, и варьирует. У разных людей оно разнообразно. Что у нас получается в результате? Вот мы выделяем у двух разных людей ДНК в виде такой несуразной структуры, в которой трудно что-либо найти сразу. Потом мы можем эту ДНК нарезать с помощью ферментов рестриктаз. Эти ферменты выделяют из бактерий. И что для них характерно, они нарезают ДНК не случайным образом, а в определенных участках, распознавая определенные нуклеотидные последовательности. Поэтому после обработки рестриктазами разрезы происходят в определенных местах. Получается огромное количество фрагментов, с которыми поначалу неудобно работать, но все-таки это какая-то уже упорядоченность. Мы знаем концы этих фрагментов. И далее. Вот в некоторых из этих фрагментов присутствуют тандемные повторы. Короткие тандемные повторы, как они называются. Вот мы видим у левого человека их два, у правого — четыре в одном конкретном участке, положение которого в геноме нам известно. А поскольку число повторов различное, а все остальное одинаковое число этих, длина фрагментов различается. А зелененьким прямоугольником отмечен участок, но тоже одинаково, естественно, в обоих фрагментах, которые мы можем пометить радиоактивной меткой, как я показывала в начале. И как мы поступаем дальше. Но тандемные повторы бывают разные. Бывают мини-сателлиты, они более длинные. С ними поначалу работал Джеффрис, а бывают более короткие. Вот СТР. Эту аббревиатуру наверняка вы видели, если читали какие-нибудь материалы по судебной генетике, по установлению отцовства, наверняка встречались. Вот с этими совсем коротенькими фрагментами, буквально до шести букв нуклеотидов, с ними работают сейчас. А почему это стало возможно, мы дальше поговорим. Вот, значит, мы выделяем ДНК, нарезаем ее рестректазами, а дальше разгоняем на электрофорезе. ДНК у нас, как все помнят, это дезоксирибонуклеиновая кислота. А раз она кислота, значит, она отрицательно заряжена. И если мы поместим два электрода, допустим, в раствор ДНК, ДНК у нас поползет к положительному электроду. А если это будет не раствор, а гель, ну, такой тип холодца, скажем, акриламидный гель или агорозный, то она поползет довольно медленно, и при этом коротенькие фрагменты поползут быстрее, чем длинные. В результате мы рассортируем наши многочисленные фрагменты по длине, от самого длинного к самому короткому. Ну, конечно, это я тут нарисовала полоски, на самом деле это будет вот такая сплошная смазь. Хвост неразличимый, поскольку фрагментов в нашем трехмиллиардном геноме, как мы помним, очень много. И чтобы дальше в них разобраться, мы снимаем отпечаток с нашего геля и помечаем тут зелененькое, надеюсь, видно, зондом с радиоактивной меткой все фрагменты, содержащие интересующие нас повторы. Надо сказать, Джеффрису очень повезло, он сделал зонд, который метил разные участки генома, которые содержали повторы. Но это вот как будто специально для ДНК фингерпринта было сделано. С помощью одного зонда можно было метить разные участки. И, наконец, эту пленку ДНК у нас невидимая, радиацию мы тоже глазом не видим, ДНК прозрачная. Если мы совместим вот этот отпечаток нашего фореза с обычной рентгеновской пленкой, которая используется в медицине, мы получим на ней вот такую картинку. То есть у нас места, где находятся фрагменты ДНК, несущие радиоактивную метку, будут видны в виде черненьких полосочек. То есть вот это и есть тот самый штрих-код человека, о котором там так много говорили журналисты. Это действительно очень похоже на штрих-код. У каждого человека будет после проведения такой последовательности действий индивидуальный рисунок вот этих полос. Меня всегда спрашивают, насколько этот метод достоверен. Он вполне достоверен. На современном уровне методики совпадения вполне можно исключить. У каждого индивида свой рисунок этих полос, кроме однояйцевых близнецов, у которых, конечно, они будут идентичны. Но у них вообще геномы идентичны. И вот, значит, на следующем слайде у нас первый в истории ДНК фингерпринт. Это произошло 10 сентября 1984 года. Собственно, в лаборатории Джеффриса просто изучали эти тандемные повторы. Еще изначально у них не было идеи, что это будет так замечательно работать. Поэтому вот на этом конкретном, на этой конкретной рентгеновской пленке только на первых трех дорожках люди. На остальных растениях табак, ДНК, тюлень, еще какие-то животные. Джеффрис впоследствии даже не мог вспомнить, что где. И эта вот невзрачная рентгеновская пленка была продана на аукционе, кажется, за 180 фунтов стерлингов, и покупатель мог считать, что ему повезло. А что у нас на левых дорожках? На самой левой ДНК лаборантки Джеффриса. И вот эта замечательная женщина принесла образцы ДНК своих родителей, мамы и папы. И когда Джеффрис на это посмотрел, он заметил замечательную вещь. Вот о чем он тут говорит, что за индивидуальная специфичность. Каждая полоска в фингерпринте дочери соответствовала либо полоске в фингерпринте отца, либо матери. Не было ни одной полоски, которая бы взялась неизвестно откуда, а не от родителей. Но здесь, понятно, это все выглядит невзрачно. Потом ученые научились это красивее делать, а мы просто посмотрим такой мультяшный рисунок. Вот у нас мама и папа. Вот фингерпринт мамы синенькие, папа желтенькие. Вот их старшая дочь. И каждая полоска в ее фингерпринте либо от мамы, либо от папы. Ну а во времена Джеффриса они не отличались цветом, они отличались расположением. Но по расположению, по длине пробега от точки старта на электрофорезе до положения полоски можно было достаточно точно определить, кому она принадлежит. А вот вторая дочь. Это дочь матери от первого брака. Материнские полоски у нее есть, а вот отцовских нет. Вместо них какие-то другие. Они обозначены красным. Потом сын от того же мужчины. И мы видим тут опять же полное совпадение. Каждая его полоска либо мамина, либо папина. Ну и, наконец, приемный ребенок, у которого никаких нет совпадений, кроме, может быть, случайных. На этой картинке, пожалуй, действительно никаких. И вот Джеффрис вспоминал, что когда он стоял с этим фингерпринтом в руках, самым первым, он понял, что перевернулась и его жизнь, и жизнь его коллег, да и, в общем, очень многое изменилось в мире. В тот же день они стали прикидывать, где это можно будет использовать. Ну, понятно, идентификация личности. То есть след на месте преступления, там кровь, еще что-нибудь, кожа, волосы. И можно будет доказать, что этот след оставлен этим человеком. То, о чем криминалисты напрасно мечтали столько лет, сколько вообще существует сыщицкое дело в мире. До Джеффриса все могли только гадать, а чья же это кровь на месте преступления. Теперь мы знаем точно. Ну, или наоборот, если у нас есть человек, который не может или не хочет себя назвать, ну, допустим, ребенок, похищенный в детстве, или человек, потерявший память, или даже, допустим, какой-то злодей, который запирается и скрывает свое имя, или выступает под чужим, мы можем взять у него образец крови, выделить ДНК, сделать фингерпринт и, например, сравнив с ДНК его родственников, установить его личность. И что касается определения отцовства, это мы все уже видели, вот именно так это сейчас и работает. И жена Джеффриса, Сью Джеффрис сразу сказал, дела об эмиграции. Ведь всегда встает вопрос, вот люди пересекают границу, дети, которых они с собой везут, это их дети, или это какие-то похищенные дети, которых они тут продадут на органы, или это неродственные им дети, которые они неправдой протаскивают, допустим, в Европу из каких-то стран третьего мира. И в самом деле, первое дело, которое было раскрыто благодаря Джеффрису, это было дело об эмиграции. Женщина из Ганны въехала в Великобританию. У нее было много детей, и по большей части у детей были документы в порядке. А насчет одного мальчика возникли вопросы. Иммиграционные службы почему-то не верили, что это ее ребенок. Не знаю деталей этой истории, но были большие сомнения. Отец всех этих детей был вне доступа. попытались установить родство с помощью групп крови, с помощью биохимических анализов. Ну и как-то тоже было похоже, что женщина его родственница, но она могла быть, например, его тетей. Все складывалось так, что ребенка должны были выслать обратно в Ганну, но тут адвокат семьи прочитала статью Джеффриса и спросила, не может ли он помочь. Он сделал фингерпринты женщины, ее детей, мальчика, о котором был вопрос, и оказалось, что все полоски в фингерпринте мальчика, которые не от мамы, они встречаются в фингерпринтах других детей, ну и, стало быть, они от их общего отца. Мы рассмотрели эти научные доказательства, изучили возможность случайного совпадения и позволили ребенку остаться в стране с мамой. В этом месте специалисты обычно говорят, что сейчас такие данные, как делал Джеффрис, не были бы приняты судом, сейчас гораздо более строго с этим, больше исследуют участков, требуют еще меньшей вероятности совпадений, но тогда, с учетом всех остальных данных, это сработало. Через некоторое время с помощью Джеффриса было раскрыто и настоящее уголовное дело, убийство двух девушек, причем там сначала был арестован другой человек, и он дал признательные показания по одному убийству, но отрицал другое. Тогда полиция обратилась к Джеффрису, он сделал фингерпринты с места преступления и увидел, что кто бы ни оставил там следы, это был не тот молодой человек, который признался. Он вспоминал, что в первую минуту был в ужасе, полицейские привели мне подозреваемого, я не могу подтвердить его вину, но он сказал, как есть. Ну ладно, сказали полицейские, будем искать виновного. И они подошли к делу с размахом, дело было в маленьком английском городке, они взяли пробы крови у всех мужчин, у которых не было алиби в этом городе. И, в общем, очень долго делали фингерпринты, совпадений не было. Что с одной стороны было хорошо, значит, метод работает, а с другой стороны, кто же все-таки убийца? И, наконец, одна женщина услышала в пабе, как человек хвастается, что сдал кровь вместо своего друга, который спел какую-то странную историю, что вот он, в свою очередь, сдавал кровь вместо кого-то, и поэтому теперь не может. Женщине это показалось подозрительным, она пошла в полицию. Этого застенчивого человека, который не захотел сдавать кровь, нашли, взяли у него анализ и получили полное совпадение с образцами с мест преступлений обоих. Человека звали Коллин Питчфорг, он работал кондитером, уже были у него неприятности по поводу приставания к женщинам. И, в общем, это первый человек, который был осужден на длительный срок заключения по ДНК фингерпринту. Насколько мне известно, он сидит до сих пор, и адвокаты подают апелляции, но как-то ему смягчили режим содержания, но отпускают, не спешат, и, как по мне, пусть сидит. Но идентичность, неидентичность близнецов это, скорее, медицинская проблема. На самом деле, непросто различить, вот когда близнецы рождаются одновременно, это однояйцевые, монозиготные близнецы или дизиготные, которые от двух оплодотворенных яйцеклеток произошли. Дизиготные близнецы бывают очень похожими между собой, монозиготные, жизнь их делает разными. А бывает важно знать точно, например, когда нужна трансплантация. С помощью метода Джеффрис это можно сделать на щелчок. Ну и, конечно, были очень рады зоологи, специалисты по поведению животных, потому что оказалось, что тандемные повторы есть и у животных, и их можно использовать с той же целью. Например, чтобы узнать, верные ли супруги птицы друг к другу, или они изменяют своим женам и мужьям. Джеффрис, например, установил, что воробьи супруги неверные. Они занимаются свингом, они меняются супругами, и в гнезде могут быть воробья от самых разных отцов. Джеффрис делал фингерпринт овечки Долли, чтобы установить, что она действительно клон. В зоопарках делали фингерпринт, чтобы уменьшить вероятность близкородственного скрещивания животных, когда надо получать потомство. Ну, это все было замечательно, но что касается криминалистики, на местах преступления не часто бывает очень много биоматериала. Редко у нас бывают лужи крови, гораздо чаще бывает волосок в угнанной и брошенной машине. И, конечно, очень хотелось как-то научиться работать с ледовыми количествами ДНК. И это стало возможным благодаря вот этому прекрасному человеку, Кэрри Муллису. Он, собственно, работал буквально в те же годы, что и Джеффрис, в начале 80-х, но по другую сторону Атлантики, в США. И, к сожалению, вот недавно, в августе этого года, его не стало. Нобелевский лауреат Кэрри Муллис, но он хорошим мальчиком не был с самого детства. Он любил вспоминать, как он запускал самодельные ракеты. Однажды запустил лягушку чуть ли не до стратосферы, и она вернулась живой, чем он особенно гордился. А в другой раз эта ракета напугала пилота местной авиалинии, который шел на посадку. Но, кажется, Кэрри с его друзьями тогда не поймали. Когда он стал постарше, стал увлекаться химией, много экспериментировал. Он с друзьями делал вещества, которые никто не хотел делать, но многие хотели иметь. Ну и да, по-видимому, наркотики. Но не только. Свидетели говорили, что у вытяжки из их гаражной лаборатории вяли цветы. Потом он заинтересовался биохимией, молекулярной биологией уже в колледже. Про него есть прекрасная история. У него был очень снисходительный научный руководитель, и он ему позволил не брать спецкурс по молекулярной биологии. А Кэрри не хотел. Он решил, что молекулярной биологии его старшие товарищи научат и так. А вот астрофизика – это вещь. Тогда все увлекались космосом. Он взял спецкурс по астрофизике и подумал о высоком, о космосе, и написал статью о том, что половина вещества Вселенной движется по времени в обратную сторону. Это объясняет многие наблюдаемые парадоксы в космосе. И он послал эту статью в Nature, в ведущий научный журнал. Вообще в самый главный. Тогда, как и теперь, Nature – это было О. И самое интересное, что Nature напечатала эту статью. Она есть, ее можно найти. Статью студента-биолога про космос. Вот чем-то он их взял. И потом, когда встал вопрос о его успеваемости, о том, следует ли ему получать диплом, научный руководитель сказал, да что вы, он умный. Вот у него в Nature публикация. И все стало хорошо. Потом он работал, ну и биохимией занимался, медициной. В какой-то момент хотел стать писателем, но потом передумал, решив, что у него еще недостаточно жизненного опыта. И вот, наконец, когда он работал в компании «Ситус», которая занималась уже даже не белками, никакими, а ДНК, и случился тот судьбоносный момент, ночь на трассе, так называемая, когда он открыл полимеразную цепную реакцию. Сейчас расскажу, что это такое. В компании «Ситус» сделали олигонуклеотиды, то есть короткие кусочки ДНК, вот как те, которые я показывала на первом слайде, которые гибридизуются с нашей ДНК в пробе, например, и указывают местоположение определенного участка, или используются для секвенирования ДНК традиционными методами. В общем, этих кусочков биологам всегда было нужно очень много в 80-е. Но тут его лаборатория приобрела машину, которая синтезировала эти олигонуклеотиды, и к Эриму Лесу начальство обратилось, а не надо ли тебе уволить кого-то из сотрудников? Им же теперь делать будет нечего. Он начал соображать, чем бы ему занять сотрудников, и куда бы девать эти многочисленные олигонуклеотиды. То есть ему надо было придумать какую-нибудь методику, которую можно было бы коммерциализировать, которая требовала бы ручного труда и большого количества нуклеотидов. Такая вот была задача. И вот, как он рассказывал в своей Нобелевской лекции впоследствии, он ехал на машине в горы на уикенд, вез свою любимую женщину туда, дело было ночью, свели каштаны, и он ехал и думал, куда бы ему девать олиги. Но вот сначала он думал, что с их помощью можно будет определять точечные мутации в известном месте, известные мутации, которые могут, например, быть причиной болезни. И, например, если женщина ждет ребенка, у нее есть семейные монадонезиогенетические заболевания, можно будет взять пункцию и посмотреть, нет ли у будущего ребенка этой мутации. А если есть, то в американской страховой медицине тогда это был повод для аборта. То есть это, конечно, коммунициализовать было можно. Но тут возникли другие проблемы с идентификацией этой мутации. Я пропускаю несколько шагов в его рассуждениях. А потом он подумал, что если эти фрагменты будут расположены не по обе стороны от одного нуклеотида, а на некотором расстоянии. Да, а ДНК синтезируется всегда в одном направлении от 5-штрих конца к 3-штрих концу. В другую сторону она расти не может. Только туда, куда стрелочки указывают на этой картинке. И вскоре у Кэри Муллиса в голове возникла примерно такая схема. Вот мы берем двунетевую ДНК. Я прошу прощения, если в зале есть биологи. Они, конечно, все это знают. Я постараюсь покороче. Это последнее сложное. Дальше начнутся детективы. Мы разделяем наши нити и присоединяем к ним наши коротенькие ольгонуклеотиды, которых у нас много. Отжигаем их, как говорят биологи. И запускаем синтез ДНК с помощью специальных ферментов и получаем, заметьте, уже 4 нити ДНК. А потом разделяем их. И на все 4 сажаем ольгонуклеотиды, которых у нас много. И получаем уже 8 нитей. А потом 16. А потом 32. То есть это вот то самое, о чем я говорила в начале. Если у нас есть очень малое количество ДНК, буквально следы, буквально единичные молекулы, мы можем получить нужный нам участок. Замечу, для этого надо знать его концы, начало и конец, чтобы подобрать ольгонуклеотиды или преймеры, как говорят еще биологи. Мы можем этот интересующий нас участок получить в любом количестве. Вот как в этой притче об индийском царе и изобретателе шахмат. Помните, царь спросил, чем тебя наградить. Изобретатель сказал, дай мне столько зерна, сколько нужно, чтобы положить одно зернышко на первую клетку, два на вторую, четыре на третью и так далее. Сначала царю показалось, что просьба эта слишком скромная, но скоро выяснилось, что столько зерна нет во всех царских закромах. Не знал царь, что такое экспоненты. А Кэрри Муллис знал. Конечно, на самом деле ДНК в образце умножается не бесконечно, сколько бы у нас не было ольгонуклеотидов, рано или поздно она выходит на оплату, но в нужном для исследования количестве ДНК получить можно. Но Кэрри Муллис вспоминал, что это же были выходные, это было до эпохи интернета, еще 80-е, и все эти выходные он провел как на горячей сковородке, думая, не сделал ли уже кто-то то, что он придумал, и вдруг, если не сделал, вдруг это не работает по каким-то причинам. В понедельник, когда они вернулись в институт, он проверил в библиотеке, оказалось, что нет, никто ничего подобного не делал, и нет причин, по которым бы это не работало. Но почему-то никто из коллег по Ситусу не вдохновился этим, и достаточно нескоро он сделал первый удачный эксперимент, ближе к концу года, а озарило его весной. И только через два года вышла первая статья о применении метода. И даже так, это было не о самом методе, а о гене, которые изучали с его помощью в Ситусе. Он посылал статьи о методе, но Нейчур на этот раз не вдохновился, сказал, да, ну, методическая какая-то статья, наверняка все это уже делают, неинтересно. Но вот другие молекулярные биологи оценили метод по достоинству. Кэрри Муллис выступал с докладами, в том числе в знаменитой лаборатории Cold Spring Harbor. В Ситус начали писать люди, просить научить их так делать. И очень скоро компания позволила Муллису заниматься разработкой метода, дала ему премию. И, наконец, вышла статья о самом методе. Через год ДНК полимеразу, фермент, который умножает ДНК, объявили молекулы года. А уже в 91-м году, то есть менее чем через 10 лет после того, как Кэрри Муллис это придумал, патент был продан за вот такую сумму 330 миллионов долларов. Хоффман-Лярош, это нынешний правообладатель, там, по-моему, еще было одно промежуточное звено. В общем, говорили умные люди Кэрри Муллису, не отдавай эту разработку компании, все равно она как-то без энтузиазма на тебя смотрит. Но он сказал, что у меня хорошие с ними отношения. Но получила в результате 10 тысяч долларов. Зато в 93-м году он стал Нобелевским лауреатом. Ну, а что касается нашей истории, какие фрагменты ДНК нас интересуют, какие мы хотим получать, чтобы идентифицировать людей? Ну, конечно, те самые, которые содержат повторы. То есть мы можем взять образец, где буквально одна копия генома нашего подозреваемого, запустить полимеразные реакции для участков, которые содержат повторы, и получить готовый фингерпринт. Вот так, собственно, это нынче и делается. И поэтому стало возможным использовать короткие повторы. СТР, Short Tandem Repeats. И сейчас это, в общем-то, уже индустрия. Ну вот, где применяется полимеразная цепная реакция, конечно, не только для этого, не только для криминалистики, установления отцовства. Если вы, не дай бог, когда-то задавали анализы на инфекционные заболевания, наверняка видели буквы ПЦР в результатах. Вот именно так это и делается. Если в образце есть даже одна копия генома какого-то вируса зловредного, с помощью полимеразной цепной реакции можно доказать, что вирус там есть, его ДНК или даже РНК станет вполне видимым. Это гораздо лучше, не буду говорить лучше, но эффективнее во многих случаях, чем методы, которые практиковались до того. Так что Нобелевскую премию Кэрри Мульс получил не зря. И вот примерно так, не дай бог пригодится кому, давайте посмотрим, выглядит заключение об установлении отцовства сейчас. То, что мы видим в первой колонке, это локусы, то есть участки ДНК, в которых находятся исследуемые нами тандемные повторы. В следующих колонках мать, ребенок и предполагаемый отец, а цифры – это, собственно, число повторов в каждом из участков. Две колонки у каждого человека, потому что геном у нас в двух копиях, мы помним. Ну и как легко видеть, здесь уже самая первая цифра у ребенка – 17, ее нет ни у матери, ни у предполагаемого отца, и это говорит нам о том, что отец кто-то другой, не этот Иванов Иван Иванович. Ну, понятно, что тут люди условные. Вот, собственно, так это и работает. Участки, которые исследуются, они, в общем-то, унифицированы, они одни и те же во всех лабораториях. Более того, принимаются меры к тому, чтобы они совпадали в разных странах. Есть американский, например, стандарт Кодис и американская база данных, одноименная, в которой хранятся ДНК-фингерпринты всяких людей, которые побывали под следствием, и образцы с места преступления человеческой ДНК. Ну, аналогичная база данных есть и у нас, правда, поменьше. А теперь перейдем к конкретным примерам. Я взяла исторические случаи, чтобы было интереснее. Вот этот малоприятный человек Йозеф Менгеле, ангел смерти Освенцима. Ну, про него все могут почитать в Википедии. Человек, который был главным врачом в Освенциме, эсэсовец, даже его коллеги, другие врачи вспоминали с некоторым ужасом. Никто не любил сортировать заключенных, кого в газовую камеру, кого на работы, а кого на опыты. Он занимался этим с удовольствием, насвистывая. При этом с подопытными детьми был мил, угощал их конфетами. Вот на правой фотографии это дети, которые выжили. Это уже снимают бойцы Красной Армии после освобождения Освенцима. И можно видеть, что некоторые из этих детей двойняшки, вот, например, девочки в шапочках вязанных. Менгеле очень интересовали близнецы формально, потому что он хотел повышать плодовидность арейской расы, а фактически потому, что он использовал их как опыт и контроль. Например, заражал одного ребенка инфекционным заболеванием, дожидался, пока он умрет, вскрывал и сравнивал изменения во внутренних органах со здоровым близнецом, которого тоже, естественно, убивал. Пытался сделать сиамских близнецов с шевалах с летальным исходом, естественно. Я не очень понимаю, почему некоторые гуманитарии говорят о большом вкладе в науку, который сделал Язов Менгеле. Мне ничего не удалось узнать о таком вкладе, эксперименты его были и с научной точки зрения довольно дикими. Ну, а после поражения Германии он даже побывал в плену у американцев. Но, к сожалению, его не опознали, у него не было эсэсовской татуировки стандартной с группой крови, ему удалось бежать. Он бежал в Аргентину так называемой крысиной тропой, которую организовали католики. Там устроился хорошо, у него была подпольная клиника абортов, он даже наезжал в Европу, в Швейцарию, встречался со своим сыном, с первой женой, и ничего ему за это не было, благополучно уехал. Потом переехал в Парагвай после того, как погибла его пациентка, ну и после того, как агенты МОСАДА начали ловить эсэсовцев. Потом переехал в Бразилию и там благополучно дожил до старости и сканчивался. Как свидетельствовал его сын, при последней их встрече говорил, что не чувствует за собой никакой вины, просто исполнял приказы фюрера. Но поскольку нацисты обросли такими легендами, казалось очень важным установить, что он действительно умер и похоронен, чтобы не множить эти легенды, ну и чтобы не искать его, наконец уже. И через некоторое время скончался в Германии друг молодости Менгель, нашли его письма и, сопоставив их с показаниями первой жены Менгеля, удалось найти его могилу под Сан-Паулу в Бразилии. Но надо было идентифицировать останки, чтобы уж окончательно убедиться, что это он. И это сделал как раз Алек Джеффрис. Вот на этой иллюстрации костные останки, извлеченные из могилы. А справа, собственно, ДНК-фингерпринт, фемура – это кость бедренная, сын и первая жена, мама сына. И мы видим классическую картину, вот как мы показывали на предыдущих. Каждая полоска фингерпринта сына соответствует либо отцу, либо матери. Таким образом, дело о Йозефе Менгеле можно было считать закрытым. Интересная подробность, кости его никто не востребовал. Они сейчас хранятся в Музее судебной медицины в Санкт-Паулу. Их показывают будущим ДНК-криминалистам. Так что, если говорить о вкладе Менгеля в науку, вот он. Никакой-никакой есть вклад. Но это, можно сказать, простой случай. У нас был человек, были его ближайшие кровные родственники. В некотором роде сложнее было другое историческое расследование. Вот Томас Джефферсон, третий президент США, философ, музыкант, один из авторов Декларации независимости, ведущий автор. Ну, во всех отношениях замечательный человек. И вот в биографии этого человека было темное место, которое очень волновало историков. был ли он отцом детей своей рабыни Салли Хеммингс. Салли была мулатка, точнее, квартиронка. Джефферсон, как известно, выступал против рабства. И было как-то вот неловко, что у него дети от рабыни и тоже на положении рабов. На самом деле, история была несколько более сложной. Вот здесь справа карикатура его политических противников. Джефферсон и его знаменитые «Чёрный осол». Не была она такой уж чёрной. И, собственно, она была Джефферсону родственницей некоторым образом. Жена Джефферсона, Марта, рано умерла. И, кстати, она просила мужа не жениться снова, потому что боялась, что мачехи будут обижать детей. И он исполнил её просьбу. Отец жены подарил Джефферсону своих рабов. И среди этих рабов была его любовница Бетти Хеммингс. Мулатка, дочь африканской женщины и капитана английского торгового судна, отсюда фамилия Хеммингс. И вот дочерью этой Бетти и тестья Джефферсона была Саля. Таким образом, она была сводной сестру его жены. Такая вот история. И не была она особенно чёрной. Как сообщают свидетели, она была почти совершенно белой и очень красивой женщиной. Конечно, и Бетти, и её дети не работали мотыгами на плантациях. Они жили в доме, были на положении самых доверенных слуг, выполняли лёгкую работу. Что касается Салли, когда Джефферсон ещё не был президентом, а был послом Соединённых Штатов во Франции, у Франции с восставшей английской колонией были довольно тёплые отношения. Вот значит, Джефферсон поехал в Париж, и в этот момент у него в поместье умирает одна из его дочерей младших. Он заволновался, потерял жену, потерял дочь, как бы не потерять остальных, и выписал этих девочек к себе в Париж. И с ними в качестве няни поехала Салли Хемингс, сама ещё очень маленькая, ей даже 16-ти не было. И когда они возвращались в Америку в 1789 году, Салли была беременна, и, как считали, в поместье в семье от Джефферсона. Положительных доказательств не было в то время, но как-то молва была такова. Интересно, что Салли в принципе могла покинуть Джефферсонов. Именно тогда во Франции произошла революция, рабство было объявлено вне закона. Но, как впоследствии вспоминал один из сыновей Салли, Джефферсон её уговорил остаться, сказал, что даст свободу и ей, и сыновьям, и, в общем-то, своё обещание сдержал. Этот ребёнок с зачатой во Франции не выжил, но у Салли были другие дети, их записывали в книге поместья, только отца не указывали. Все эти дети были на привилегированном положении, их учили ремёслом, учили даже играть на скрипке, а скрипкой увлекался сам Джефферсон. И, в конце концов, они как-то так покидали поместье. Мальчики то ли бежали, то ли нет, во всяком случае их никто не ловил. А девочку Хэриот вообще посадили в дилежанс и дали ей денег с собой, аж 50 долларов, как вспоминают очевидцы. Ну и потом эти люди как-то довольно благополучно жили, у каждого из них довольно интересная биография. Кто-то из них, как Эстон Хеммингс, стал членом Белого сообщества, о нём вспоминали, что он был настоящим джентльменом и прекрасно играл на скрипке на свадьбах. Кто-то, наоборот, идентифицировал себя с цветным сообществом. Внуки Салли участвовали в гражданской войне в США, естественно, на стороне северян, что неудивительно. Но кто-то в белых частях, а кто-то в чёрных. Ну и таким образом сколько-то потомков дожило до наших дней. Правда, не все они знали, что они потомки Салли, потому что эта история была, ну, такой, всё-таки, так сказать, стрёмной. И потомки от Джефферсона происходить хотели, но от чёрных сол не очень. Это непристойно, это как бы бросает пятно на их принадлежность к белой расе, ну и вообще. Так что некоторые наши современники об этом узнали чисто случайно. А с другой стороны, историки хотели докопаться до истины. Но до анализа ДНК это было очень трудно. Они уж подбирали последние крохи свидетельств. Они анализировали дневник Джефферсона и считали, сколько раз там повторяется слово «мулатто» в то время, когда он должен был сойтись с Салли. Много он думал о мулатах или мало? Или сколько он платил по счетам за одежду Салли? Да, он покупал ей хорошую одежду, но может он просто хорошо к ней относился, девочка выросла у него в доме. Вместе с его детьми. Ну и, наконец, когда появился ДНК-фингерпринт, появилась возможность установить это точно. Причем не тревожа останков участников этой истории, а взяв пробы ДНК их потомков. Как это было возможно? Мы же понимаем, что ДНК Джефферсона и Салли много раз перемешалось с ДНК брачных партнеров, их детей, внуков, правнуков. А вот как. У человека, как известно, есть 22 пары соматических, неполовых хромосом, которые несут большую часть генетической информации. Есть половые хромосомы Х и У. Вот здесь мы видим хромосомный набор мужчины, Х и У. И что характерно для половых хромосом? Х и У разные, поэтому они не обмениваются своими фрагментами, когда образуются половые клетки. Перемешивания не происходит. Маленький участок конъюгирует, его можно не считать. А из этого следует, что У-хромосомы передается практически неизменной, от отца к сыну, сколько бы поколения ни прошло. Поэтому у современных потомков Джефферсона, если это был Джефферсон, отец детей Салли, У-хромосома должна быть точно такая же, как у него. И если мы их возьмем современных законных потомков Джефферсона и потомков сыновей Салли и сравним гаплотипы, то есть совокупность характеристик У-хромосом, мы получим ответ на волнующий нас вопрос. Проблема была в том, чтобы найти потомков строго по мужской линии. Часть из них погибла на войне, но кое-где линия прервалась, там у кого-то были только сыновья, только дочери. И, наконец, буквально чудом нашли человека из семьи, которые они не знали, что они потомки Салли, потому что в какой-то момент предки решили это скрыть. но одна из членов этой семьи прочитала статью историка, где назывались имена детей Салли, и она вспомнила, что Эстон Джефферсон был один из ее предков. Стала выяснять и узнала, что она действительно вот из них. Сказала своему родственнику мужского пола и таким образом на него вышли. Ну и вот, что получилось в итоге. Здесь у нас серый квадратик это Джефферсон, серый кружочек это Салли. У Джефферсона не было потомков по мужской линии, у него только одна дочь выжила, его и Марте, поэтому использовали Y-хромосому потомков его дяди по отцу, брату-отца. У них был общий дед, и понятно, Y-хромосома тоже общая. И вот потомок Эстона Хеммингса, а Джон Карр это племянник Джефферсона по женской линии. Это сын его сестры, у которого, естественно, Y-хромосома была другая, но семья Джефферсонов утверждала, что именно он был отцом детей Салли, ну или кто-то еще из Карров. И эта семья их не так жалко, как отца-основателя, автора декларации независимости. Да, им тоже нехорошо спать с рабы, но не так нехорошо, как самому Джефферсона. Но Дэн Каффингер показал, что у потомков Эстона полное совпадение с законными потомками Джефферсонов, а вот у Джона Карра нет, у него совершенно другие циферки, как мы видим. Но еще ниже тут другие люди, которые претендовали на происхождение от Джефферсона, их тоже пришлось разочаровать. Здесь, если видно, у законных Джефферсонов одна единственная мутация, у всех в первом ряду цифр 15, треть справа, у него одного 16, это, видимо, результат мутации. Но у потомка Эстона 15, как у большинства Джефферсонов. Так что с точки зрения биологов дело можно считать закрытым. Ну, конечно, белые консерваторы не были рады это услышать, они начали как-то доказывать, а может какой-то другой Джефферсон по мужской линии, но тут уже сказали историки, что это маловероятно. Не было кузенов Джефферсона в поместье Монтичелло, в то время, когда были зачаты дети Салли, а история поместья изучена достаточно подробно, не потому, что надо было установить, кто че сын, потому, что все-таки там работал видный американский деятель. Историки сказали, что, наверное, биологи правы, и консенсус теперь такой, что все-таки общие дети у Джефферсона и Салли были. Ну, отнесемся к этому снисходительно, принимая во внимание все обстоятельства. Ну, хорошо, когда есть Y-хромосома, и когда она передается точно так же, как записано в паспорте. Но, как показали те же самые ДНК-исследования, примерно в одном в двух из ста случаев паспортное отцовство не соответствует биологическому. Ну, были когда-то разговоры про то, что аж 30% не соответствуют. Это, слава Богу, не сбылось. Статистика по супружеской неверности примерно такая, но не всякая супружеская неверность заканчивается рождением ребенка, да еще и обманом супруга. Но, однако же, 1% такого несоответствия у нас есть, и это может очень осложнить исследование, что, собственно, произошло при идентификации останков Ричарда III. А тут нас выручает другая возможность. Что такое митохондрия, наверное, биологи знают. Это энергетические станции нашей клетки, такие структуры в клетке, которые вырабатывают энергию. И чем митохондрия замечательна? Они происходят от древних бактерий, которых древняя клетка проглотила, но не переварила, а сделала своими симбионтами. А отсюда следует, что у митохондрии есть собственный геном. Они до известной степени независимы от клетки. Это не значит, что они могли бы жить без нее, но это значит, что они внутри клетки сами размножаются и имеют собственный генетический материал. И этот генетический материал передается от матери к детям с митохондриями яйцеклетки, но не из сперматозоида. Сперматозоид что-что амитохондриальную ДНК передать не может. Вот тут справа открытка. Мама, ты дала мне то, чего папа никогда бы не мог дать, то есть митохондрию. И таким образом мы получаем такую демократичную возможность прослеживать происхождение либо по отцовской линии от деда к сыну, к внуку, к правнуку, к праправнуку, и по женской линии от бабушки к матери, к дочери, к правнучке, к праправнучке. Если в линии только девочки, это будет прослежено. Но если у какой-то женщины родились только мальчики, на этом митохондриальная линия оборвется, материнская линия. И вот это обстоятельство очень выручило генетиков, когда надо было идентифицировать останки Ричарда III. Но про эту замечательную историю наверняка все читали в новостях. После того, как Ричард погиб в битве, последний английский король, павший на поле битвы, он был похоронен в аббатстве Блэкфрайерс, но место захоронения не было известно. Но вот когда его нашли, видите, как он лежит, совершенно непарадно, выглядит это так, как будто его бросили в яму и засыпали землей. А аббатство потом тоже было уничтожено. Было предположение, что останки Ричарда выкопали и выбросили в реку. На этом месте была построена автостоянка. Вот мне пенялись, что я написала так, как будто останки Ричарда были найдены случайно на месте автостоянки. Конечно, не случайно. Их искали специально долгие годы и наконец-то нашли. Но опять же хотелось доказать, что это именно Ричард. Слева здесь его портрет, который считается наиболее достоверным. Стали искать потомков планетогенетов по мужской линии, нашли. С генеалогией в Великобритании хорошо, но гоплогруппы и грехромосомы не совпадали. Вот где-то во множестве поколений вкралась ошибка. Кто-то где-то папа был не тот. И тогда стали искать потомков по женской линии, потомков Анны Юркской, сестры Ричарда и Эдварда. И действительно нашли даже двоих. Мужчина и женщина. Я не призываю читать тут все имена, поверьте на слово, что здесь только женщины в этой генеалогии. Мужчина может быть последним, у него, естественно, будет метахондриальная ДНК такая же, как у Анны Юркской, только он передать ее никому не сможет, потому что у него яйцеклеток нет. Ну и вот и с этими людьми по метахондриальным гоплогруппам получилось полное совпадение. Таким образом, можно было считать доказанным, что это действительно Ричард. Это вот было такое торжество ДНК-идентификации. Слышали, вероятно, в новостях, как его торжественно погребали, как в Лестерском соборе, кажется, горожанки несли белые розы, Бенедикт Камбербэтч читал стихи, а он играл Ричарда Третьего в сериале BBC. Вот торжественно его похоронили. И теперь молекулярные генетики с интересом взирают на останки двух мальчиков, найденных в Тауэре. Не племенники ли это Ричарда злодейски убиенные? Но пока, насколько я знаю, исследования то ли не начаты, то ли не завершены. Пока тут еще никаких сенсационных результатов нет. Продолжаем ждать. Ну а на фотографии справа это первый автор работы доктор Тури Кинг. Тоже, кстати, из Лестерского университета, как и Алек Джеффрис. Вот она одевается для работы с ДНК. Что самое страшное при идентификации следовых количеств ДНК, занести туда свою ДНК исследователя. Поэтому очень важно хорошо одеться и тщательно помыться. У меня в книге рассказывается несколько казусов, которые произошли, когда этого не делали. Ну ладно, сейчас не будем вдаваться. Со временем у меня уже напряженка, но немножко еще расскажу про современную ситуацию. Вот я недавно ездила в Санкт-Петербург на конференцию по ДНК-криминалистике. Мне показали там такую прекрасную вещь, как сказал докладчик, айфон в мире ДНК-криминалистики. Вот это и есть практически тот самый аппарат, который показывают в сериале осмотра на месте преступления. Если помните, там берут смыв пятна крови на каком-то заборе, суют в прибор, который стоит в багажнике полицейской машины и сразу говорят, о, это вот кто, вот мы его сейчас поймаем. Проходит буквально там 90 секунд. Ну это, допустим, еще пока фантастика. За такой срок никто не уложится, а вот за полтора часа уже можно с помощью этого прибора. Вот эта невзрачная штука делает все от лизиса образца, от лизиса клеток в освобождение ДНК до обращения с результатами в базу данных, и если это действительно известный полиции преступник, он будет идентифицирован. Собственно, почему это возникло, такой срок, как рассказывали мне специалисты, потому что разрешено задерживать людей на два часа без предъявления обвинения. И очень важно было за два часа успеть проанализировать образец тот или иной, чтобы обвинение предъявить и задержать человека, ну или извиниться и отпустить, если образец все-таки не его. Вот сейчас это уже есть, и даже подобные приборы в России есть. Я не зря показывала портрет Ричарда Третьего, когда исследовали его ДНК, заодно установили, что посмотрели гены, которые отвечают за цвет глаз и волос, и сказали, что с ненулевой вероятностью у человека с такой ДНК могли быть серые глаза и темно-русые волосы. Это был небольшой, но все-таки еще плюсик в копилку. Дополнительное подтверждение, что идентификация проведена правильно. Хотя и насчет портрета были вопросы, но и тем не менее. А с тех пор реконструкция внешности по ДНК шагнула далеко вперед. Слева у нас история одна из ранних, когда только научились во всех хромосомах находить маркеры, связанные с этносом, тоже искали маньяка-убийцу, и там была выжившая жертва, и почему-то ей показалось, что на нее напал белый человек. То, что самое левое, это фоторобот, нарисованный с ее слов. Этого маньяка-насильника белого искали несколько лет. А потом решили, что хуже уже не будет, и обратились к генетикам, которые реконструировали пока даже не внешность, а вклады разных этносов в генотипы. И они сказали, что мы, конечно, уважаем вашу свидетельницу, но по нашим данным этот парень мулат с некоторой примесью нативных американцев, индейцев. Стали искать темнокожего парня, и довольно быстро нашли. Вот, собственно, умственно отстал, и даже удивительно, как его так долго не могли найти, но нашли луизианского маньяка исключительно благодаря ДНК-исследованию. А товарищ справа, это совсем свежая история, буквально три года назад тоже искали насильника-убийцу. И вот здесь уже появилась лаборатория Парабон-Нанолаб, которая делает довольно подробную реконструкцию внешности по ДНК-маркерам, вот так это выглядит, как слева, а справа его фотография реальная. Скажем честно, не все реконструкции у них настолько удачные, но когда непойманный убийца увидел эту, он настолько замерничал, что побежал сознаваться, и его взяли. Но потом, естественно, рутинными следственными методами подтвердили его виновность, и давно не смотрел, как сейчас, но, скорее всего, осужден он будет. Следствие еще идет. Ну вот так вот. На мой взгляд, реконструкция исключительно удачная. Если этот метод будет развиваться дальше, то следует ждать больших успехов. Вот на этой картинке участки человеческого лица, для которых плюс-минус известны генные детерминанты. как мы видим, лицо покрывается уже довольно сильно и ширина, и форма носа, и форма подбородка, и широкие узкие губы. Это далеко не все, что можно было бы рассказать об успехах ДНК-идентификации, но остальное уже в книге. Спасибо за внимание. Вопросы? Если у вас есть вопрос, поднимайте руки, я к вам подойду. Вопросы? Вопросы? Вообще про Бензикта Кембербэтча, мало того, что он играл Ричарда Третьего, так оказалось, что он, по-моему, как раз один из родственников. Что-то такое про него было, не помню. Точно? Но сейчас это модно, устанавливать себе родство, исследовать свою генеалогию. Есть много компаний, которые оказывают такие услуги. И вокруг этого сейчас много споров, стоит ли этим заниматься или произойдет так, как с убийцей из Золотого Штата. Его же нашли как раз по генеалогической базе. Там не совсем законно поступили полицейские. Они создали фейковый аккаунт, и положили генетические характеристики преступника в базу данных генеалогическую, как будто это просто человек, который хочет найти своих родственников. Родственники действительно нашлись, и таким образом неопознанный преступник, от которого был только образец ДНК, был вычислен. И это очень сильно взволновало американская общественность, нет ли тут какого-то злоупотребления правами. А кого еще захотят так вычислить против их желания? И, в общем, сейчас и компании, оказывающие услуги по ДНК-генеалогии, очень сильно об этом волнуются, обсуждения идут. Да, эта проблема есть. А про Камбербэтча не знаю, чем там потомок. Наверное, в интервью он где-то это говорил. есть достаточно распространенные вещи про то, когда люди, вот один из знакомых в Фейсбуке где-то год назад писал пост про то, что он просто сделал обычный вот такой ДНК-тест, там слюну отправил по почте, потом пришли результаты, я сказал, что у него есть сводная сестра, которая живет в Америке, которой он вообще ничего не знал. И вот после этого они познакомились и так далее. То есть много таких историй. Вот это сплошь и рядом. Сейчас даже на телевидении по-моему есть какое-то ДНК-шоу, где ищут родственников. Это очень интересно. Но правда у всего есть оборотная страна. Можно узнать, что ваш папа вам вовсе не папа, ввязавшись в такое исследование. И такое иногда случается. И даже в Фейсбуке есть группа поддержки, где собираются такие люди и решают, как им жить дальше с этим знанием. Все это очень непросто. Может, вы у кого-то вопрос родились? Родились. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Как вы видите перспективы развития ДНК в этой сфере? Возможно, что-то еще открыть? Что-то фантастическое из романов футуристов? Что-нибудь такое? Фантастичнее, чем реконструкция внешности, я пока придумать не могу. Думаю, самое интересное сейчас будет происходить в регулировании правовой сферы. Сейчас люди будут решать, что можно делать с ДНК, а что нельзя. Чтобы далеко за примерами не ходить, во время несанкционированных митингов в Москве некоторых людей, которых арестовывали, просили сдать мазок букального эпителия. это как раз было на ДНК-анализ. Я не специалист в юридической области, но, по-моему, это было абсолютно незаконно, потому что у нас берут ДНК-анализы только при тяжелых уголовных преступлениях, при таких обвинениях. В общем-то, соглашаться было не надо на это. Сейчас над этим много работают, пытаются решить, что можно делать с нашей ДНК, а что нельзя. может быть, через некоторое время у нас ДНК будет и в паспорте, и в медицинской карте, и трудно предсказать, где еще. Вот так, что в социальной фантастике, скажу так, жду прорывов. О, сколько сразу рук. Так, поднимите, я же я запомню. Так, здесь была вот, вроде бы, рука, нет? Здравствуйте, меня зовут Илья, огромное спасибо за интереснейшую лекцию. У меня вопрос такой, ваше личное отношение к генной инженерии в отношении человека. Ну, я имею в виду, вот вы показывали, что есть возможность осуществлять реконструкцию человеческого лица, примерно, ну, типа там, вдруг там кто-то захочет себе, ну, детям губки там побольше. Понятно. Да, это больной сейчас вопрос. Ну, первое, что я хочу сказать с полной ясностью, абсолютно все, не исключая даже Дениса Ребрикова, знаменитого, согласны, что сейчас это делать еще нельзя. Выступление Дениса Ребрикова я слушала буквально в прошлый понедельник, и он четко сказал, что не надо меня обвинять во всяких ужасах, я понимаю, что сейчас еще технология нерабочая. То, что мы делаем сейчас, это подготовка, ну, как бы эксперименты, и даже, если он людей зовет в этот эксперимент, он сказал совершенно четко, мы пока их зовем с исследовательскими целями. То есть, если и будем создавать эмбрионы из их половых клеток и как-то их исследовать, мы не будем имплантировать эти эмбрионы женщинам и рожать генетически модифицированных детей, потому что пока очень велика вероятность, что ребенок родится больным. Нет у нас пока мощей такое делать, потому что когда мы редактируем один ген, то мы вносим неконтролируемые другие изменения, и пока мы еще не научились делать так, чтобы их не было. Ну, и целевые изменения не полностью. А в будущем, когда это все-таки будет, мне понравилась вот такая парадигма. Разрешать это делать только в медицинских целях, только тогда, когда нет других способов получить здорового ребенка. Но есть же пренатальная диагностика, можно сделать несколько эмбрионов и из них выбрать здоровый. Мне кажется, это, ну, по крайней мере, на нынешнем и на ближайшем будущем уровне развития технологий более безопасно. Делать замену только мутации на дикий тип, но не наоборот, не так, как сделал Хэдзянькуй, если он действительно это сделал. То есть заменять мутантный вариант на тот вариант, который есть у большинства людей. Ну и наконец оценить риски и сразу проговорить, что мы не гарантируем стопроцентное рождение здорового ребенка, потому что этого не гарантирует и мать-природа. В любой момент может произойти мутация, связанная с болезнью. И как-то а дальше уже слово передаем страховым компаниям. Оценить риск и застраховаться по этой теме. Но вот этот вариант мне представляется приемлемым. делать ребенка с голубыми глазами и губами бантиком я бы не разрешала и за это очень сурово наказывала, если кто-то рискнет. По поводу как раз случайных мутаций, которые могут возникнуть, буквально вчера читал статью об исследовании по-моему американских коллег, которые правда на бычках это все делали, то есть они внесли какие-то контролируемые изменения в ДНК, после чего воспроизвели три поколения потомков и исследовали их ДНК, сказали, что никаких непреднамеренных изменений внесено не было. На бычках в смысле на коровах? На быках. Но без коров там не обошлось, конечно. Да-да-да, они хотели безрогих коров сделать. Есть эта тема и есть большие споры все ли хорошо у них с геномами. Да, последняя публикация говорит, что, наверное, все хорошо, но были серьезные сомнения. Жалко, бочков только забили всех. Ну, все равно так или иначе с ними произошло. Их же есть собирались, не молочная порода на скопе, или молочная. Добрый вечер. Из разряда, как говорится, правда или миф. Слышал, что проводились исследования по поводу митохондриальной ДНК, то, что весь человеческий род произошел от двух женщин. Так или нет? Это не совсем так. Метахондриальная Ева есть такая тема. Это не значит, что она была одна. Это значит, что только у нее сохранились потомки по женской линии. Конечно, жили при ней другие женщины, и, наверное, они внесли вклад в соматические хромосомы, но у всех остальных женщин как-то прервалась женской линии. У них были дочери, у которых родились только сыновья в какой-то момент, и их митохондриальная ДНК не была передана. А вот митохондриальная Ева такая одна, считается. На каком-то уровне. Игры хромосомные Адам тоже есть, но пока непонятно, одновременно ли с Евой они жили. Здравствуйте. Вот у меня вопрос насчет опять этих компаний, которые исследуют ДНК. То есть сейчас не только можно этнос свой узнать, но еще предрасположенность к болезням. И насколько мы можем действительно судить, будет ли тот же болезнь Паркинсона или Альцгеймера у человека, если у него даже есть такой участок ДНК. Смотря что за данные. Во-первых, это разные компании исследуют генеалогические исследования и медицинские, хотя сейчас пошли разговоры, нельзя ли это совместить. Но тут опять вопрос, человек пришел узнать, нет ли у него в предках английских королей, а ему сообщают информацию, что у него ген предрасположенности к болезням из ДНК, который он и знать-то не хотел. По-видимому, надо это как-то делать сбалансированно, не навязывать людям информацию, которую они не хотят. Гены предрасположенности есть разные. Есть сильно влияющие, есть слабо влияющие. Поэтому второй вопрос, который очень важен в этой связи, за что борются все правильные люди, чтобы поменьше было вот этих услуг напрямую к пациенту. Обязательно надо, чтобы специалист объяснял человеку, что значит его результаты. А то бывает, что у меня мутация в гене БРК, у меня будет рак груди, и все, пошла делать мастектомию. А потом выясняется, что эта мутация, вообще говоря, не патогенная. Не всякая мутация в гене, даже если название у гена страшное, ведет к болезни. Поэтому обязательно надо, чтобы это комментировал специалист. есть мутация и мутация, есть страшное и не страшное. Сильно коррелирующая с болезнью и не сильно. Ну вот как-то так. Вообще, конечно, да, есть мутации предрасположенности, которые являются плохой новостью. Но их не так много, как кажется. Спасибо большое. А вы не скажете, возможно, или вот когда среди оплодотворенных яйцеклеток проводить какую-то селекцию, то есть и выбирать в результате, где будет потенциальный человек с более высокими показателями интеллекта или еще чего-то, силы и т.д. и тому подобное. Или я что-то неправильно понимаю? Спасибо. Ну, во-первых, еще насчет генетической предрасположенности к интеллекту это все вилами по воде писано. Очевидно, что генный вклад есть. Также очевидно, что он не стопроцентный, а так больше половины, меньше половины, и, возможно, меньше, а не больше. И в любом случае это очень много генов, то есть исследование на врожденный интеллект получится золотое. Тем более, что как это делается? Когда отбирают эмбрионы, там бывает ситуация, когда можно взять у эмбриона одну клетку и исследовать ее геном. Это само по себе непросто, потому что мы исследуем одну копию генома. И, в общем, как-то это делается по жизненным показаниям, когда надо найти эмбрион без муковисцидоза, например. А ради хорошего интеллекта может лучше в хорошую школу ребенка отдать. Дешевле выйдет. Может быть, в будущем когда-нибудь что-то будет в этом направлении иначе, но насчет интеллекта и силы пока вряд ли. К спортивной генетике, кстати, тоже очень много вопросов. У специалистов по статистике масса претензий к этим услугам, когда говорят, будет ли ребенок великим спортсменом. Скорее, это все-таки следует относить к развлекательной генетике и не принимать эти результаты слишком всерьез. То есть, если ребенок с плохой спортивной генетикой захочется заняться фигурным катанием, не надо ему препятствовать, вполне возможно, что генетики ошибаются. Ответила или что-то уточнить еще? Давайте последний вопрос. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня тоже вопрос из раздела «Правда или миф». Читала буквально недавно, что у нас в России нашли глухую пару, там и мужчины, и женщины глухие от рождения, и в общем они согласны на то, чтобы их ребенка, геном их ребенка отредактировали, и он уже родился здоровым. И вроде как это с Минздравом сейчас обсуждается, и есть тенденция, что дадут добро. Это правда? Ну вот, это половина правды. Это как раз тот самый Денис Ребриков, которого я только что упомянула. Они там в РНИМУ действительно занимаются, есть у них подобный проект, существуют формы наследуемой тугоухости и глухоты, которые связаны с определенным известным геном. Если этот ген заменить на вариант дикого типа, без мутации ребенок родится слышащим. И, как говорил ректор РНИМУ Сергей Лукьянов, интерес у глухих пар к такому есть. И действительно, вот с их слов говорю буквально из первых уст, от Ребрикова и Лукьянова, такие пары были найдены, но это не значит, что они прямо завтра будут имплантировать этот эмбрион. Пока что пары участвуют в исследовании, чтобы понять, достаточно ли безопасна эта технология. И, честно говоря, по всему, что известно о системе CRISPR-Cas, которая используется до редактирования, нет никаких оснований полагать, что она достаточно безопасна. Пока во всех других экспериментах она сильно косячивает системы. То есть это нормально для редактирования соматических, не половых клеток. Но взять лимфоциты человека, отредактировать их, чтобы они злее нападали на клетки рака, вернуть их в организм пациента, это можно. Но проделывать это с клетками зародышевой линии, то есть с эмбрионами, с яйцеклетками, с предшественниками сперматозоидом. Пока нельзя, потому что слишком много нецелевого редактирования и может родиться более больной человек, бы он родился без вмешательства. Как ядовица сказал один академик, он будет слышать музыку, но не получит от него никакого удовольствия, потому что родится слабоумным. Поэтому пока даже сам Ребриков, беседуя с американским журналистом, сейчас, в этот понедельник, подчеркнул, что нет, завтра мы не будем рожать никаких отредактированных детей, пока мы будем опробировать технологию. А вообще-то у нас Минздрав может и мораторию ввести на эти технологии. есть есть об этом разговоры. В принципе, как живется генетиком в условиях, когда, например, Госдума очень сильно боится ГМО? Ну, генетики от этого страдают. Запрет на выращивание ГМО в России все, с кем я разговаривала, считают довольно дурацким. Большое спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Всем известно, что ДНК индивидуальна, но так как у нас улучшаются условия жизни, ну, если мы не будем рассматривать кибер, возможность рождения киберчеловека, то, например, через какое-то количество лет не возникли ситуации, что ДНК повторится. То есть насколько велика вероятность того, что на протяжении еще 300-400 лет мы все будем ДНК индивидуальны. То есть люди начнут рождаться одинаковыми? Ну да, когда-то очень давно, может быть, лет 100 назад, человек с точно такой же ДНК уже существовал. Ну и как бы реинкарнация, переход в будущее, насколько это вероятно? Ну это вряд ли. Вот разве что клонирование человека, реконструкция ДНК из археологических останков и как сюжет для фантастического рассказа, не прямо сегодня неандертальца мы сейчас не возродим, хотя геном его прочитали. Чисто случайно мне это представляется очень маловероятным. Как результат генных технологий тоже нет, потому что сейчас люди достаточно разнообразны, и это хорошо. У нас каждый ген существует в нескольких аллельных вариантах, как со школы. Помните такое слово? один и тот же ген в разных версиях. Обе они не патогенные, но, допустим, от одного красные лепесточки цветка, от другого белые, а если две разных копии, то розовые. У человека тоже есть такие гены, и, в общем-то, медицинские генетики считают, что гомозиготность, когда все аллели одинаковые, это не очень хорошо, как-то надежнее, чтобы было два варианта по разным причинам. Один ген может быть хорош в одной ситуации, другой в другой. Вот хрестоматийный пример. Сейчас не соображу такого слабо патогенного. Лучше не буду говорить, чтобы не соврать под запись, но бывает так, что скажем, на равнине хорош один ген, ответственный за утилизацию кислорода, а в горах, там, где кислорода мало, гораздо лучше другая форма, которая на равнине была невыгодной, а сейчас стала выгоднее. Человек живет в довольно широких условиях, они могут меняться, поэтому разнообразие, оно как-то здоровее. Опасаться того, что генетики специально сделают всех людей одинаковыми, не стоит. Скорее, генетики специально будут поддерживать разнообразие. Так что, ну вот, разве что кто-то клонированием увлечется, тогда одинаковые люди пойдут. А так нет. Не случайно, не умышленное. Если умышлять будут вменяемые люди, нет, не произойдет. Клоны и так среди нас, достаточно посмотреть на близнецов. Близнецы, да, вот они, они клоны. АПЛОДИСМЕНТЫ, Я岡 recreation BC. АПЛОДИСМЕНТЫ,